Здравствуйте! На библейский портал Экзегет пришел вопрос, можно ли простить врага, но не общаться с ним? Это два вопроса чрезвычайно важные. Мы должны прощать своих врагов безусловно, к этому призвал нас Господь. Евангелие от Матфея, 6 глава. «Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш небесный, а если не будете прощать людям согрешения их, то Отец ваш не простит вам согрешений ваших». Эта возможность простить делает человека подобным Богу. Мы же все просим у Бога прощения, и мы все надеемся на то, что когда-то за последней чертой нашей жизни представ на суд Божий, мы будем прощены. И в этом и состоит оправдание. Не потому, что мы кому-то там, прежде всего Господу, докажем, что мы правы. Мы не докажем. Мы надеемся, что мы будем среди тех, о которых Давид говорит. Блажен человек, ему же не вменит Господь греха его, то есть простит. Но для того, чтобы Господь нас простил, все возможности у нас самих. Господь многократно в Священном Писании говорит о том, что мы сами решаем, будем мы прощены или нет. Не судите, не судим и будете. Не осуждайте, не будете осуждены. Это Евангелие от Луки. Прощайте и прощены будете. То есть мы должны научиться прощать. Почему? Потому что если я не простил, то с этим мне очень трудно войти в Царство Небесное. Там Небесный Царь, Господь Иисус Христос, который молился о тех, кто его распинал. Если я даже не подступился к выполнению этой почти невыполнимой заповеди о любви к врагам, не пытался ею жить, говорил, что это не мое, что я не могу почему-либо, то как я буду в этом Царстве? Поэтому надо начинать с малого. А малое изложено рядом. Любите врагов ваших и рядом молитесь за обижающих вас. Вот через молитву очистить свое сердце от злобы, от неприязни, от злопамятства, как от боли, как от болезни. А дальше второй вопрос. Не общаться с человеком. Да. Бывает, что есть люди, с которыми общаться неполезно, разрушительно для души. Вот он сделал вам какую-то гадость, как-то разрушил вашу жизнь, сильно или не сильно. И он не изменился, он остался таким же. Если вы с ним дальше будете общаться, будет то же самое. Вы не можете на это тратить ни сил, ни времени. Вы сосредоточены и собраны на молитве. А этот человек, например, занимается просто пустословием и осуждением. И требует, чтобы вы с ним общались по несколько часов в день, например, звонит вам. Конечно, с таким человеком лучше общение сократить или убрать. При этом победив злопамятство и не обижаясь. И в Священном Писании мы находим совет святого апостола Павла, который об этом говорит очень четко. «Я писал вам в послании, не сообщаться с блудниками, впрочем, не вообще с блудниками мира сего, или лихаимцами, или хищниками, или идолослужителями, ибо иначе належало бы нам выйти из мира сего. Но я писал вам не общаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником, или лихаимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницей, или хищником, с таким даже и не есть вместе. Ибо что мне судите внешних? Не внутренних ли вы судите? Внешне же судит Бог. И так извергните развращенного из среды вас». Но это немножко другая тема. Но, во-первых, мы видим исполненный принцип, о котором задан вопрос, что да, действительно, бывают люди, с которыми общаться не надо. А во-вторых, те люди, которые не знают истинной веры и грешат, в них есть надежда, что, может быть, через общение мы их исправим. А вот те, которые находятся в церкви и сознательно грешат, эти люди могут нас заразить своим цинизмом, своим согласием на грех. Поэтому общение с ними лучше избегать. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok